Всем привет! С вами снова Сердый Лис. Сегодня такая большая видео-рецензия по поводу новой вышедшей игры под названием Black Desert. Очень, ну, довольно сильно я её ждал. Собственно, сегодня она вышла в ОБТ. И, собственно, мои предсказания по поводу этой игры, они как бы практически многие, они, собственно, сбились. Ну, во-первых, конечно же, я предсказывал то, что в начальной стадии, когда выйдет ОБТ, и когда будет вообще уже полностью игра выйдет, то будет большая проблема с игроками. Это, во-первых. И вторая проблема, которую я предсказывал, это проблема уже с оптимизацией. И как бы одновременно эта проблема, хоть и как бы она, её как бы и нет, но и как бы такое чувство, вот она и есть всё равно. Ну, собственно, я поясню пока, что буду пока рассказывать об этой игре. А, собственно, что я увидел, пока играл в эту игру, эдак почти что часа четыре, что ли, я в неё играл. А, и, собственно, как это было. Ну, конечно же, мой геймэксперинс начался не с очень приятного мгновения, не с очень приятных нот. Дело в том, что у Black Desert очень какое-то странное включение. Дело в том, что включаете, не, в русской версии, включаете, появляется GameNet. Ясное дело, потому что GameNet взяли под своё крыло в России, в Black Desert. То есть появляется GameNet, быстро исчезает и появляется уже, собственно, значок «Обисал», то есть тоже показывает, кто делал эту игру в оригинале. И он проходит очень долго, и так полминуты сидишь и смотришь, как он у тебя, во-первых, плавно появляется, потом плавно исчезает. Но на этом не всё, и потом ты сидишь ещё почти минуту ждёшь, когда чёрный экран пройдёт после этого Black Bessal, вроде так он называется, не помню. И, если честно, я сначала думал, что это у меня проблема с игрой, может быть, какая-то... И я перезапускал её несколько раз, хотел даже переустановить, но потом уже как-то что-то ещё подумал, а вдруг подождать просто. Взял, включил, отошёл, пришёл, смотрю, всё, ладно, всё, включил, главное меню. Ну и ладно, подумал, всё нормально теперь. И для меня большим разочарованием было главное меню. Очень большим разочарованием было главное меню. Дело в том, что главное меню, все кнопки в главном меню, точнее скажу так, они выполнены, знаете, как в дешёвых играх на Юнити. Серьёзно, вот точно так же. То есть они такие, как бы, типа, выпуклые, и как бы... И они некрасивые, неказистые, маленькие. Ну не маленькие, там большие, большие кнопки. Я не понимаю, просто они могли бы сделать более красивые кнопки, что ли, но не сделали. И плюс ещё слайд-шоу на фоне, тоже, как-то, знаете, типа... Так вот, типа, что это такое просто? Я что сюда пришёл слайд-шоу смотреть? Вот есть, во всех нормальных играх, если ты включаешь игру, именно в нормальных играх, такие, типа, знаете, многобюджетные, как в Black Desert, тем более. То есть их включаешь, и, например, какой-то интер появляется. Типа, например, как было в Oblivion, как это было в... Нет, в Skyrim не было интера, но в Skyrim была очень офигенная заставка, главное, то есть это вот этот значок Skyrim. Хоть это был значок, но он, блин, был графонистый на те времена. Он показывал 3D-графон, то есть это реально было на движке, плюс ещё игре, ну да, да, такое, подобное. В тех же самых героях шестых, героях седьмых была начальная заставка хорошая, то есть там показывало, что произошло, и там бац, начинается война, и там опа, опять война. И плюс ещё главное меню выполнялось очень красиво. А тут просто слайд-шоу и кнопки, как в Unity. Я не знаю почему, не знаю зачем, много бюджетная игра, а у неё такие вот кнопки и плюс слайд-шоу, главное. Ну ладно, я думал, ну ладно, книжку по обложке как бы, не судят, не судят, и решил я уже поиграть. И, собственно, сказал я, начал создавать персонажа, там повозился минут 20, может 30 даже минут повозился. Обычно я делаю на скорую руку, но мне здесь понравился... Ну как понравился? Он как бы мне и понравился, и не понравился, редактор персонажа. Дело в том, что мне понравилось. Мне понравилось то, что здесь очень гибко настраивается волос и цвет волос. Но я при этом, не знаю, то ли я не понял, где, потому что я искал довольно долго, то ли этого нету. Я не нашёл функции изменять внешность, серьёзно, я нашёл функцию... Так, освещение там было, под каким освещением смотреть? Прическа, поза и четвёртая... А, и созвездие, всё. Где внешность я так и не нашёл. Четыре было лишь кнопки, остальные там, типа, убрать меню, показать меню. Ну, именно вот это, то есть, типа, вот эти все худо убрать, худо показать. И что-то там была какая-то ещё кнопка, но она тоже, как бы, за это не отвечала. Я так и не понял, где находилась внешность. Там были ещё кнопки, типа, сохранить в шаблон для будущих персонажей. То есть, там, удалить шаблон, загрузить в шаблон и прочее. Но вот кнопки изменить внешность я так и не нашёл. Это меня очень сильно разочаровало. Вот если бы... Как бы, вот именно из-за нет, как раз я её посидел там 20 минут. Я искал её очень долго, но я её так и не нашёл. Возможно, я слепой, но я её реально не нашёл. И плюс, мне очень понравилось то, что здесь есть... ...премиумные прически. Серьёзно, премиумные прически, ребят. Новый век технологий, премиумные прически, ребят. Всё. Я не могу ничего просто сказать. Я... На меня она уже как-то... Та уже начала убивать интерес. Блин, премиумные прически, они... Они мало того, что они некрасивые, то есть, они... ...как обычные выглядят. За них ещё деньги надо платить. Я не понимал, зачем, почему. Но, возможно, разрабы так решили. Так, типа, ну... Уподобились Габену, что ли. Но Габен хотя бы выкладывает нормальные... Ну, хотя не Габен выкладывает, а Вальф выкладывает. Вальф хотя бы выкладывает нормальные скины для пушек. И нормальные скины для героев в дотке. А тут, блин, во-первых, некрасивые прически. И плюс они за деньги. Зачем это всё? Там, блин, четвёртая прическа. Или третья прическа, как у Emma Girl. Просто. И она... ...красивее, чем все эти премиумные прически вместе взятые. Просто, серьёзно. Я не понимаю, зачем. Ну, ладно. Думал. Ладно, возьму вот эту красивую прическу третью. Которую с Emma Girl, можно сказать. Потому что я люблю, когда чёлка такая, типа, свисает на глаз и проще. И, собственно, ну, как бы я и начал уже такой, типа... Ну, ладно, так, всё создали. Внешность не здесь мне жалко. Потому что мне внешность, которая была, там не нравилась. Ну, ладно. Создал. Началась загрузка. Очень-очень долгая загрузка. Я сидел сначала, там просто 1% долго грузился. Я сижу, просто смотрю, блин, как это долго всё. Но мне понравилось то, что карта сделана. То есть карта, которая, можно сказать, сглазит ваше путешествие по загрузке. Но загрузка была очень долгая. И мне это наскучило в скором времени, смотреть на карту. Но сейчас она загрузилась уже. Ладно. И... Началось всё интро. Мне кажется, оно должно было быть перед запуском игры. То есть, перед кнопкой начать игру и перед темкой создавать персонажа. Но, видимо, разработчики посчитали наоборот. Ну и интро. Во-первых, оно было всё смазанное. В качестве даже ниже 720p. Так 480p, наверное. То есть низкое качество интро. Плюс оно было не на движке игры. Ну, либо на движке игры. Но тот движок игры был очень плохой. Потому что там видно было, как прогружались там текстурки где-то там. Ну, как вдалеке, я хотел сказать. Там не вдалеке прогружались текстурки. Они прогружались, они вблизи. Как модельки прогружались и всё прочее. У меня это уже пугало. Потому что я, как бы, видео до этого по Black Desert смотрел только геймплейные. А тут 480p какой-то интро-трейлер. Я не знаю, что это такое просто. Кто работал над этим просто, серьёзно. Ну и подлетает уже чёрный дух к моему персонажу. И я зафейспалмил, серьёзно. Во-первых, они показали не моего персонажа. Во-вторых, когда началась сама игра, почему-то у моего персонажа писали белые волосы, белые брови и белые глаза. What the fuck, серьёзно. Когда я начал гулять, уже, собственно, вышел из первой локации, да, там, выполнил образование, появились, собственно, игроки уже на карте. У всех так было. Серьёзно. Я перезапускать игру даже после этого, когда уже закончил играть в будущем. Я не стал перезапускать игру, потому что, чё мне, ждать опять это, блин, 20 минут запуска игры. Ну и... Я просто... Ну ладно, надеюсь, хотя бы это не навсегда. Ну, собственно, ладно. Кстати, с выбором персонажей как-то было очень странно, потому что все персонажи показывал, что они довольно сложные. Кроме одной монахини. Мистик, мистика, она средняя. Все персонажи довольно сложные, кроме варвара. У варвара минимальная сложность, серьёзно. Я посмотрел, как он дерётся. Знаете, как он дерётся? У него дофига здоровья, и он бивает с одного удара почти всё. Не знаю, просто для каких казуалов этот персонаж был создан, но, блин. И мне кажется, им надо кое-что понёрфить. И вот такой персонаж в PvP с умелыми руками, это вообще просто был бы монстр какой-то, который убивает всех и вся, просто серьёзно. То есть, не знаю, имбовый персонаж, которого реально надо понёрфить. У него, правда, нет дальней атаки, но он без дальней атаки справляет хорошо, он оглушает и начинает фигачить просто ногой тебя в землю, втаптывает. И, кстати, у него реально есть такая атака, втаптать тебя ногой в землю. Ну, то есть, какой-то имбовый персонаж непонятный, зачем, почему, надо понёрфить, ребят. И, ну, ладно, я погулял. И, собственно, мой, ну, как, знаете, что-то типа прогноз, точнее, не прогноз, а именно просто, знаете, такое предсказание уже, можно сказать, даже. Насчёт графики в этой игре, я, вот, знаете, я, мне, типа, говорили, типа, ой, Black Desert, типа, у неё такая графика, полюбос будет много требовать. Серьёзно, моё железо, оно довольно старое, ну, как старое, у меня новая видеокарта, но очень старый процессор, ребят. На максималках не лагает, серьёзно. Ну, как, вот я иду, 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 у меня там 50-60 фпс, и тут, бац, на тебе, 10 фпс. Вот это, во-первых, да, как я говорил вначале, то, что, как бы, проблем с оптизацией есть, как бы, её и нет. И это происходит довольно редко, но всё равно происходит. А, и, собственно, прикол в том, что, почему у меня своим старым процессором 50-60 фпс, если у этой игры такая графика. Дело в том, что, как я предсказывал, у этой игры не графика, а псевдографика, ребят. Советую вам приглядеться к моделькам, и советую реально приглядеться. Они, во-первых, все довольно сильно такие угловатые, скажем так, то есть у них модельки не сглаженные, неровные, у большинства. По крайней мере, у персонажей модельки, да, не более-менее нормальные. Но вот у окружения, у всего прочего, модельки плохие. Единственное, что сделано в этой игре хорошо, это текстуры. Можно сказать, это игра, которая построена на текстурах. Серьезно, волосы, они, это, вот просто, волосы, это большая такая текстура гигантская, просто гигантских размеров. А за это я бы отдал честь, но если бы они бы сделали еще хорошую графику. Если бы модельки были хорошие, но они этого не сделали. Модельки плохие, серьезно, плохие, ребят. Я просто, говорю, где они плохие модельки. И офигенские просто текстуры. Вот текстурщиков, которые работали над этой игрой, я бы вот закинул, не знаю, вот, к людям, которые делали Skyforge. Ведь у Skyforge офигенные модели, но плохие текстуры. То есть, вот если бы вот это все соединилось, вышел бы какой-то HD клиент Skyforge, либо, не знаю, какой-то, либо HD клиент Black Desert, либо вообще все это вместе, дважды, две игры сразу выйдут. HD Skyforge, HD Black Desert. С офигенной графикой, которая переплюнет даже Ведьмака 3, который вышел как раз-таки уже почти полгода назад. Переплюнет даже Ведьмака 3 и GTA 5 переплюнет по графике. И, может, дойдет даже до уровня выходящего в будущем Division, если его, конечно, тоже там не уменьшат графику, как было с Unity. И с какой-то еще игрой, я не помню, как это называется. То есть, если бы вот эти разработчики, они как бы соединились, то есть, Allod и Abyssal, то есть, работали бы над общим проектом, то это было бы офигенское просто проект. Но вот сейчас я бы хотел сказать одну-единственную причину, почему я был, ну, точнее, не одна, а несколько, почему я не буду играть Black Desert. Я как бы, мне она понравилась, я, ну, как она мне понравилась? Среднячок, скажем так. Это среднячок с псевдографикой, которая именно, кстати, графика здесь всех извлекает в основном. И, собственно, почему же я не буду в это играть? Во-первых, первая причина, почему я не буду в это играть, это проблема с игроками. С игроками реально жуткая проблема, то есть, ты сидишь, например, там, находишь персонажа, который тебе надо убить, начинаешь его бить, 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 а этот чувак, ну, ты его как бы бьешь в этого моба первый раз, и ты его не видишь в его жизни, конечно же. Ну, там, видимо, что красный краснеет его полоска здоровья, и значит, что у него жизни уже становится меньше. Но к себе подходит какой-то левый паренёк, и который уже как бы вкачал знания об этом персонаже на А+, или А++, и убивает его в тот момент, когда у него становится минимум здоровья для своих, видать, квестов. И ты понимаешь в этот момент, что игроки здесь не самые-таки честные, скажем так. Потому что, серьёзно, ребят, они стилят, и это реально сказывается на геймплее, ведь тут не тому, кто нанёс больше урона, не тому, кто нанёс первый удар противнику, это всё как бы награда за убийство, ну, кроме опыта, опыт вроде даётся всегда, даётся только тому, кто нанёс последний удар. И в этом-то проблема вся, потому что вот как раз-таки вот эти стилеры, они и добивают. Я помню, вот, я бил одного моба, и чувак просто сидит, стоит и смотрит на меня, и ждёт, когда он может ударить в последний раз. Я, правда, его обвёл, когда я хотел нанести ещё один удар, и когда у моего противника останется мало хп, я в тот момент просто сделал перекат, он в этот момент ударил, и я уже добился, так я его обманул, конечно, довольно хитро. правда, я не знаю, правда, когда он ушёл, ну, и хорошо, что он ушёл, чтобы дальше не стилил. И игроков, правда, не особо много, но всё равно они есть. И плюс, такое случается даже с теми, кто просто находится в битве, то есть, например, там, три незнакомых друг к другу человека, начинает мутузить одного моба, мутузит, 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 и тот человек, который, как бы, вообще, он, там, типа, лоу скилл, вообще играть не умеет, и он, как бы, случайно наносит последний удар, и он убивает его, и вот, потом получает он все лавры, и прочее. Ну, это, конечно, не особо тоже приятно. Лучше бы это разносилось всем, кто нанёс урон по этому персонажу, и, ну, или там по-другому как-нибудь тоже бы придумали, но это как-то неудобно, то, что сейчас в этой игре видно. А потом, причина номер два, это, оптимизация, как я уже сказал, то есть 10 фпс, бац, бац, и всё, обратно 60. Не знаю, правда, почему же это так, но, надеюсь, это пофиксит. Причина номер три, это, конечно же, опять, это же, та же самая псевдографика, потому что, как я сказал, графики здесь нет, модельки все угловатые, а вот текстуры здесь офигенные. Но, надеюсь, хотя, надеяться на то, что это, пофиксит, это уже нельзя, надеяться. Ну, ладно. Ну, наверное, последняя причина номер четыре, я её забыл, я её реально забыл, к сожалению, не знаю, почему я её умудрился забыть, но я её забыл. и, собственно, благодаря всем этим причинам, я скажу одно, Black Desert мне не нравится, это среднячок, среднячок для тех, кто любит аркадные, скажем так, аркадные, хардкорные, RPG-шки, RPG-шки, но, кстати, я не знаю, не вижу здесь хардкорности в этой игре, серьёзно. там, типа, люди, которые участвовали в ЗБТ, они говорят, как сложно, блин, люди, которые, вот, как бы, не играли, они говорят, блин, наверное, это будет очень сложная игра, и сами разработчики говорят, что эта игра очень сложная. Я бы побил их за такие слова, то, что игра очень сложная, серьёзно, она нифига не сложная. Ты любых мобов убиваешь очень-очень быстро, особенно с такими игроками, которые сейчас играют, потому что ты получаешь, во-первых, опыт, отбивают они, поэтому тебе приходится сидеть по полчаса над квестом убить двух хорьков, и ты получаешь плюс уровней постоянно, и... то есть, как бы, игра нифига не сложная, и жизни у тебя всегда будет хватать, и зельев много дают, потому что там, чуть ли не каждый квест, там, по пять зелий тебе дают, здоровье или маны, смотря как ты выберешь. То есть, как бы, игра нифига не сложная, серьёзно. Не знаю, почему люди говорят, что игра сложная, плюс, комбинации, вот эти, они, по сути-то, как бы не нужны, лучше бы просто были, как обычные скиллы, но я какой-то, понимаете, больше олдскульный RPG, MMORPGшник, который любит просто, как скиллы, то есть, нажимать в нужный момент, комбинировать скиллы, ну, здесь как бы подобные, но при этом приходится нажимать клавиши, которые находятся довольно далеко, ну, не как бы далеко, они как бы находятся близко, а некоторые далеко, иногда вообще приходится нажимать одновременно кнопку на клавиатуре, кнопку на мышке, и, вообще, как бы, ну, да, бываешь путаешься, я бывал, реально путался, потому что, непривычно, во-первых, это всё, но это как, идёт как слэшер, и поэтому, это как бы нормально, к этим я подираться не буду, но как по мне, комбинации здесь, как бы, выполнены как-то немного, знаете, коряво, что ли, серьёзно, когда вот, ты смотришь там гид, который показывает тебе, как выполнять, и какие эффекты происходят, и там, когда выполняешь заколдунью, то есть, пока там, вот, это колдунья, ты, валишь противника, в нокаут, ну, не в нокаут, а просто, вбиваешь его с ног, он падает, и ты, и вот, следующая атака, которая показывает, вторая комбо-атака, она, подкидывает его в воздух, и, может быть, чуть ли не добивает, наносит большой урон, единственное, что из-за этого происходит, это большой урон, он не подкидывает, он просто как лежит, лежит, и лежит, а мы просто бьём в воздух, как бы, по сути, и это не особо хорошо, то есть, ребят, как-то не постарались, что ли, и, как я уже сказал, игра, в основном, завлекает только графикой, и геймплейной частью, но графика, как я уже сказал, не настоящая, как я уже говорил, потому что, вы можете смотреть любые скриншоты, вы можете увидеть, как там, иногда даже текстура растягивается, не то, что там модельки, то есть, ребята, как-то не постарались, мне кажется, да, и русская версия, какая-то странная, немного, то есть, озвучка, как мне кажется, там, озвучка же, нет, озвучки нету русской, там, нет, озвучка русская, я помню, да, кроме демона, и, если честно, озвучка какая-то не очень хорошая, как мне кажется, потому что, знаете, какая-то безэмоциональная, что ли, просто, как бы, знаете, вот сидят, короче, люди, и просто, я такие, типа, так вот, открывают, берут, вот, текст, там, берут, открывают, и просто, я так, перед микрофоном, такой, типа, и такой, знаете, трагический момент, например, и так вот, без всяких эмоций, без всего, просто, говорят текст, и мне это очень не нравится, я, конечно, понимаю, русские локализаторы, они, либо алкаши, либо люди, которые пришли только за деньгами, надеюсь, это, если вы русский локализатор, то не обижайтесь, нет, не все, конечно же, это просто, про большинство локализаторов, и, если вы неофициальный локализатор, то, скорее всего, вы нормальные, потому что, именно, неофициальные локализаторы, более-менее, хорошие люди, ну, и, мой вердикт, от игры, это, знаете, две с половиной, три из, ой, это из пяти, эдак, четыре, пять, из десяти, то есть, довольно низкую оценку, я ставлю, Black Desert, не знаю, почему, я считаю, это игрой года, дают ей награды, но, мне она не нравится, серьезно, тот же самый, Skyforge, и, даже, Guild Wars 2, который старый, он, они все намного лучше, как мне кажется, но, блин, мне кажется, Black Desert нас подвел всех, поэтому, я не буду в него играть, играть я буду в него только под предлогом каким-то непонятным, то есть, на моем канале его пока вы не ждите особо сильно, возможно, он будет, возможно, он не будет, если появятся новые патчи интересные, то, может быть, ну, и что сказать насчет патчей, вышел какой-то патч на Black Desert в момент выхода игры, но, он как бы не добавляет что-то геймплей, но он добавляет котов, которых можно купить, на этом я реально закончу, ребят, надеюсь, вы понимаете мой посыл, и понимаете то, что у каждого свое мнение и вкусы, так что, ребят, если вам, вы не согласны своим мнением, то вы молодец, ведь у каждого должно быть свое мнение, и, собственно, это никак, как бы, не повлияет на то, что у кого какое мнение, так что, ребят, спасибо за то, что посмотрели это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, если вы согласны или не согласны, и почему, а с вами был я, Сердый Лис, всем удачи, всем пока,